Мотоцикл Это слишком круто для первого мотоцикла Все-таки за 800 тысяч это, наверное, дорого А если вы этого не боитесь, то значит, что у вас, наверное, проблемы с головой Он просто психолог Машину чувствовать надо слюши Так зачем ты, друг, тогда какой-то китайский автомобиль Ну, китайский мотоцикл, да, если ты все японский променял Чем он от чопера отличается? И просто иногда охреневаешь Говно, я мотоцикл лезь-то вообще прям, блядь, не перевожу Я тоже ненавижу, блядь Ездят, какой пойми как вообще Сигналят еще что-то там, не дают перестроиться, в ряды влазят На самом деле, да, попробуем записать обзор Как выбрать себе первый мотоцикл? Вообще, да, наверное, есть люди, которые все-таки созрели В покупке мотоцикла Есть, так скажем, я вообще классицирую людей, которые только хотят А есть те, которые берут и делают Например, да Ну, я, вот этот мотоцикл мой Это Suzuki Bolivar C50T 800-ка 800 кубов 55 лошадей у него Мотоцикл 2011 года выпуска Он пригнан под заказ из США Мотоцикл полностью в стоке Полностью С чего начать, наверное, да? Какой мотоцикл первый выбрать? Есть много-много-много роликов Много всяких форумов Группы ВКонтакте Я не знаю, где угодно Ну, я вам так скажу Вот читаешь их И просто иногда охреневаешь Народ почему-то массово начал Скупать китайские мотоциклы Дешево Я вот в мотоциклах, ну, собственно, как в машинах не шарю Для меня этот мотоцикл это чоппер, да? Это круизер вообще Круизер Чем он от чоппера отличается? Ну, у чоппера много чем он отличается Ну, как бы, самое, наверное, базовое это передние вилки То есть у чоппера это вынос передней вилки, да? Здоровый должен быть Там много-много разных интересных вещей еще дополнительных Ну, вообще, понятие чоппер, наверное, все-таки к этому мотоциклу тоже можно отнести Он громкий, да? Чоппер, название английское, да, от слова чоп, резать То есть выхлоп у вас должен быть, там, как бы, ну, так... Громкий Отделимый, да Здесь V-образные два цилиндра Это, я так скажу, это классический мотоцикл В полном своем, так сказать, названии Опять же, возвращаясь к тому, что выбрать, да? Ну, как бы, хозяин-барин, да, никого не хочется уговаривать Китайские мотоциклы, может быть, имеют какое-то свое определенное достоинство, да, в виде цены Но я считаю так, что мотоцикл, это вид транспорта, наверное, более опасный, чем автомобиль Ну, зависит от водителя, но все-таки более опасный И когда... Ну, это то же самое, что вы на машину поставите, я не знаю, какие-нибудь бракованные Заведомо с дефектами тормозные колодки или тормозные диски, например Да, и будете на них ездить, там, рысачить и так далее Боясь, что что-то случится А если вы этого не боитесь, то значит, у вас, наверное, проблема с головой Да Я тоже, когда выбирал первый мотоцикл, ничего не понимал, никаких знакомых ничего не было Не знал, просто хотелось Хотелось мне очень давно Тоже читал разные обзоры, форумы Ну, в наше время еще, как бы, китайский, наверное, автопром Он только начинался Вот, в России Но, для начала, скажу так, внешне мне он не нравится Любой более-менее шарящий человек сразу на дороге отличит Классический мотоцикл нормальный, да, там, то есть, ну, это японцы, там, ну, может быть, американцы какие-то или европейцы Вот, китайского аппарата Какого-то Аппарата Не буду говорить плохо, да, каждому свое, опять же Но, я считаю так, лучше купить старого японца И, соответственно, на нем ездить и особо не переживать Есть товарищи, которые говорят, вот, я купил там Альфу, я купил себе, там, я не знаю, Стингер Или еще там куча много интересных мощных названий Вот, поменял там звезды на японские, цепь на японские, электронику на японскую И все-все-все поменял И вот я езжу, радуюсь Так зачем ты, друг, тогда купил китайский автомобиль Ну, китайский мотоцикл, да, если ты все японское поменял Соответственно, вопрос, как бы, к адекватности, наверное, возникнет Сколько стоит? Давай, вот Мотоцикл был, это 2011 года, куплен он был в 2014 году, пригнан сюда В Москве он был куплен за 400 тысяч 420, по-моему, где-то так До, так скажем, кризиса, до доллара Соответственно, когда у нас произошел скачок по доллару Мы даже ради интереса ездили в разные салоны там и смотрели там тоже Ну, по приколу там людям, друзьям какие-то мотоциклы Космические были цены, просто нереальные То есть вот этот мотоцикл аналогичный стоил уже порядка там 600-800 тысяч в разном состоянии, да, соответственно Ну, все-таки за 800 тысяч это, наверное, дорого для такой техники А вот Что могу сказать? У меня первый мотоцикл был Кавасаки Вулкан 400 Да, многие есть вот товарищи, которые там говорят, что нужно слабая кубатура Кто-то говорит, что нужно сразу съездить там с нормальных объемов Вот, например, мой друг, да, это Харибуса 2005 года, первая, литр 300 Человек купил себе первый мотоцикл литр 300 Люди все машины с меньшим объемом покупают Литр 300, понимаешь? Это, я вот на нем езжу, я сажусь на него, да, по городу Вот мне удовольствие никакого, к сожалению, не доставляет Потому что, ну, это вот, это надо на трассу там куда-то, да, там Ну, во-первых, он мне немножко все-таки почему-то маловато, да, некомфортно Я себя на нем чувствую А вот, в силу своих этих габаритов В принципе, на нем достаточно удобно, можно и посидеть Вот, но он просто психозный Он просто конкретно Сколько для сравнения вот в этом лошадей, в красненьком И в том, который твой? В Боливарде 55 лошадей А объем при объеме? 800 кубиков При 800 кубов, здесь при 1300 Здесь при 1300, я, честно говоря, затрудняюсь ответить Но порядка 150, больше, где-то, наверное, 150 лошадей здесь Почему при таком небольшом диссонансе, значит, объема лошадей гораздо меньше вот на том? Есть ли какая-то дефорсация или что? Четыре цилиндра, вообще двигатели совершенно разные Там два цилиндра, здесь четыре Ну, это как бы глобальное различие Короче, не стоит это дело сравнивать Я просто почему заметил такую историю Вот здесь, если посмотрим Здесь у нас имеется, естественно, спидометр, тахометр Классический, да, набор всей этой истории Ну, в общем-то, да Для спортов тахометр, наверное, более важен, чем для чопера Потому что, ну, здесь первая передача, там, я не знаю, она крутится и до 100-120 км в час А вот на Боливарде, ну, первая передача крутится, наверное, километров до 30 в час Так вот у меня... Соответственно, это разные цели Нужно понимать, что вы хотите Я вот вопрос, почему такой задал-то? Я тебе объясню Ты вот рекомендуешь вот данный автомобиль Нет, я ничего не рекомендую Я говорю, как я считаю Ну, ты считаешь, что вот этот мотоцикл, он в качестве первого неплох, да? Плох Это слишком круто будет для первого мотоцикла Это слишком круто Первый мотоцикл должен быть порядка, наверное, по нынешнему, в 2018 году до 140, наверное, тысяч Объемом до 600 кубиков Желательно, чтобы это было действительно что-то, наверное, спокойное, более-менее классическое Тот же самый Вулканчик какой-нибудь там, я не знаю, ну, Сибишка, да? Вот почему самый распространенный, наверное, мотоцикл, это Хонда Сиби, там, 600-400 литр, там, я не знаю, их очень много модификаций Каждому свое, под себя человек подбирает Ты мне что объясни? Я вот решил вот этот мотоцикл у тебя купить, допустим, да? Я не продаю И вопрос в следующем, смотри, я на него сажусь, да, здесь механика, все дела Ну да А тахометра нет, и как ориентироваться? По звуку? По звуку, ну, ты чувствуешь? Машину чувствовать надо, слючить, чтобы это... Понятно То есть, ну, на самом деле, никаких проблем нету При первой же поездке, переключении передачи, ты сразу понимаешь, что это за машина, и как там, что нужно переключать Заведем? На самом деле, можно попробовать Ну, давай Заведется? Возможно, все возможно в нашей жизни Возможно, давай попробуем Вот здесь значок в Harley-Davidson style Какой Harley-Davidson, я тебя умоляю Это болеваться Ну, я же в мотоциклах, я эксперт же Нужно повернуть ключик Так, повернул ключик Смотрелось 11 тысяч пробег У него Ну, как бы Вот классический чоп-звук Режущий, да Если бы у нас был бы ключ от Сузуки То, от Тейбуса То, наверное, мы бы его послушали Там немножко другое звучание Я думаю, вряд ли здесь что-то слышно сейчас Но, хуй Кто его знает Газни Ну, на газах, да Слышится вот эта дефорсация Когда вся эта история идет не в такт, а в разнобой Ну, да Прикольный есть твой шарм Ну, опять же, очень удобно В пробках ты едешь Тебя слышно А вот я не любитель какой-то, не сторонник какой-то музыки Дополнительный, да Там на мотоцикле Вот Поэтому Здесь единственное Из чего еще Из дополнительных Модификаций, так скажем Это В выхлопе мы Очень интересно сделали Манипуляции Картошку вставил? Да Просверлили В общем-то Несколько отверстий Звук стал более насыщенный Богатый Не знаю По-моему, в стойке Вот это дело идет Монолитно Здесь, опять же, выхлопная система Стандартная На Криебусе Она Ешемура Не родная Ну, соответственно, проблемы там с учетом Каким-то Ну, как бы все решаемо А вот Здесь на что стоит еще обратить внимание Наверное, у Боливарда Это Хрум Везде Хрум очень крутой Красиво смотрится На самом деле Сделан очень грамотно Вот Одиннадцатого года Семь лет аппарату Эксплуатируется он достаточно Так скажем Ну, активно В летнее время Главное Правильный уход На горячую На мойку не заезжать Протирать Аккуратненько Тряпочкой чистой Вот И будет вам счастье Так скажем Ну, опять же, да Мы, наверное, заканчиваем Вернемся к тому С чего начали Это то, что Выбор первого мотоцикла Ребята, надо Ну, как бы Поскромнее Видите Да Ну, нужно понимать Во-первых, красоту Простых вещей Не надо Стремиться За какими-то Модифицированными Там Космическими аппаратами Вот Не нужно Все-таки На китайцев Вестись Наверное Вот, может быть Когда-то в будущем Китай будет делать Достойные Достойные Какие-то вещи Для внешнего рынка А вот Соответственно Лучше подкопить Мозг людям делать Это мотоцикл Это полное говно Я мотоцикл Лезь Это вообще Блядь Не переводит Я тоже ненавижу Блядь Сигналит Еще что-то Там Не дают перестроиться В ряды Влазят Вообще Зеркала сносят Вообще Конченые Еще моцик уронит Блин Тебе три крыла Значит Помнет И вообще